Ирина Полтовец, Валерий Константинович, а на привитых черенках абрикоса вначале просыпаются цветочки или листочки? Интересный вопрос, привела 1 апреля черенок рыжего абрикоса на подворье абрикоса вначале номер 3, от косточки посеянной в апреле 2001 года, то есть на годовалой, под бутылкой примерно 20 апреля появились цветочки, это нормально? А вот на привитом черенке амора почки не проснулись, хотя сейчас ног живой. Ну и смотрите, как правило просыпаются цветы на прививках, потому что я запрещаю, ну как запрещаю, это громкое слово, не советую на черенках, которые мы прививаем, убирать боковые, они из двух боков бывают, а бывают целыми пикетиками, это почки, которые мы называем плодовые или цветочные, средние это ростовая. Вот, и меня часто спрашивают, а что с ними делать? Отрезать, отломать, есть два варианта, я сам читал, что один вариант, отрезать аккуратно, там, бритвой, второй вариант, отломать. Я говорю, не трожьте, сами отвалятся. Вот, у вас сейчас получается зацвели, ну и на здоровье. Скорее всего, завязи не будет. Отцвели, отвалились, но главное, черенок цел, и там нет никакой ранки. Потому что, когда отваливается цветок, заживление ранки от отвалившегося цветка, естественно, нормальное. То есть, запросто, вообще-то, ранка законопачивается, покрывается воском, и все в порядке. Это, поэтому лучше всего цветок не трогать. Полюбовались, придет время отвалиться. Вот и все. Как правило, именно так происходит. Вот, и чаще бывает даже у яблонь. Вот, у яблони ростовые ветки. И ростовые, смотришь, почки, как почки. А они взяли, и чуть ли не все зацвели. Дерево, вот этот росток, оно изувечено. Так изувечено, так изувечено, что вот даже вот этот вот огрызочек с несколькими почками дает цветы, чтобы быстро дать урожай. Таких случаев за свою жизнь не больше 10-15. И почти все они сопровождаются у меня фотографиями. То есть, яблоки даже вот такие вот получаются. Хотя, изначально это были ростовые ветки. Ростовые ветки из ростовой почки. Тем не менее, природа заставляет быстро дать урожай, караул спасаясь. Почему? Что такое огрызок на прививке? Калека. Быстрее дать урожай, отсюда цветение. Но, крайне редко это бывает у прикосов. И довольно часто бывает у яблони. Так, идем дальше. Вроде бы как смог объяснить. Так, Ольга, привет, из Омска. Повторяется. Почта ЕМС стала похором. Да вы что? Сергей Валерьевич отправил Саренцук. 15 апреля до сих пор не получил посылку. Десять дней. Нет. Десять дней они считают это нормально. Дело в чем? Пусть ЕМС есть тоже свои подостоинства, свои недостатки. Вот я, в последнее время, я не могу сравнивать. Вот. Знаете, как в Англии садится на мотоцикл. Англия маленькая, там, Господи. Садится на мотоцикл и отвез посылку. Вот. У нас так не получается. Семьи расстояния огромные. В последнее время я отправляю лично ускоренные почты. Так. Но это, наверное, не вытянуть именно тем, кто заказывает посылка к Саренце. Если они будут ускорены после, то разорятся буквально. Ну, я привожу пример. Пусть это была дорогая посылка. Вот. А мне нужно было отправить в Казань. Вспоминайте, кто-то из вас в Казани-то есть. Вот. Казань. Я вначале... А я знал, что будет дорого. Но я не ожидал, что она назовет цифру две с половиной тысячи. А хочется быстрее улучшенной. То есть улучшенная почта. Обычная почта была бы вот как у вас. Допустим. Десять дней прошло, а вы еще не получили. Так. А я потом пошел в транспортную компанию. И за девятьсот десять рублей отправил эту же посылку. Семь с половиной килограмм. Она была такая солидная. Там было много. Там, знаете как. А мне все семена по десять. А там такой список. А они в песке в сыром. И потянула на семь с половиной килограмм. А там еще книги. Потянула на семь с половиной килограмм. Но я-то не поленился. Я думаю, две пятьсот. Мне придется в карманы доплачивать. Так. Три сели человека. Потом давай еще полторы тысячи. Или там две. Вот. Я не мог. Я поехал, сдал. Ну, не знаю, сколько дня я нашла. Это надо еще спросить у казанца. В общем, пока ничего хорошего не сказали. И моя стала плохо работать. Вот единичный случай. Всем привет из Москвы. Лобасов Леонид. Привет из Смоленской области. Здравствуйте. Валерий Константинович. Есть место для посадки. Сверху земля 30 сантиметров. Ниже залежи песка. Нормально. Грунтовые воды. А вот это плохо. Неглубоко стоит ли. После абрикосы искать. Лучше, конечно, поискать, если есть возможность. Глубоким уровнем почтовых вод. Лучше поискать. Ну, сколько вы можете поднять еще почву? Ну, на полметра. Получится. Получится. Ой, нет. Получится, что поживет абрикос. Вот яблоня сливые по барабану. Вишня. Абрикоса опасна. Поправка. Сверху земля 30 ниже песок. Почему-то правит текст телефона. Еще раз. Сверху земля ниже песок. Нет, все правильно. Все тут правильно написано. Другое дело, что от этого проблема не исчезла. Владислав. Пришла посылка с семенами за три дня. Есть семена, которые проснулись 10%. Спасибо за подарки. Через пять дней займусь. Вот эти 10% – это всегда, чтобы просадить. Понятно, да? За три дня. Правда, мне это дорого находится. Знаете, я счастливее говорить. Вот сейчас я показал вам эти последние. Пятьсот, шестьсот, семьсот, семьсот, шестьсот, семьсот, шестьсот. Вот. И получается, что я стараюсь, разницу доплачиваю, но зато за три дня. Это очень важно. Вспомните человека, которого пришли вот с такими вот хвостами. И все. Чуть ли не его это. Чуть ли не хорошо, что что-то прижилось. Так. Искусственный интеллект. Сайта про тех, как хочет. Никогда не замечал. Так, Сыктывкар. Вопрос. Просущественная держать на балконе, где весь день солнечное, Бои Божьи. Или в котором солнце не попадает практически. Окна открыты. Температура от 0 до 10. Конечно, там где нет солнца. Как можно холоднее. Вот. Почему? Надо, чтобы они умудрились не перерастить до высадки в грядку. Это голодная боль всегда. Но невозможно угадать. И все. 2 и 3 пару дней обещают. На балкон смягчает, я полагаю. Ночью обещают. В общем, вы крутитесь, как хотите. И заморозить нельзя. Помните, что я показывал фотографии, где замерзли все-таки. Эти самые ростки замерзли. Я показывал. Под бутылкой даже. Минус 10. Крутитесь, как хотите. Потому что нет такой универсальной. Единственное, что я никогда не переживаю. Да мне по барабану половина замерзнет. Половина перерастет. Половина не проснется. А все равно видели, какие эти самые. Что такое настоящий, как он называется. Профессионализм. Ведь я это же не придумал. Сейчас мы уже, наверное, не найдем. Нет, почему не найдем. Найдем то, что время жалко. Я хочу сказать, что прежде, чем учить других, вас учить. Вот я взялся. Ой, не к ночи вот это увидеть. Вот как можно было вот это вот посоветовать отрезать четыре ветки боковые. Как? Ведь уже же почки. Вот они, цветочные почки. Уже все. Уже цель-то была. Вот человек жалуется. Может, высоко посадили. Семь лет не вцвела. Ну вот ей зацветать надо надо из овечьей дерева. Ну ошиблась. Ну извините-то. Ведь понимаешь, тебе там же миллионы этих самых подписчиков. Ну разве можно так относиться к этому? Только чтобы это... Ну сделала неправильно. Ну нельзя дальше-то продолжать-то. Вот это мы еще изучать будем, ребята. Вот. Отгибание бесполезно. Ну хоть бы один бы посмотрел, почему отгибание. Во-первых, почему острый угол, они обвалятся. А во-вторых, почему отгибание бесполезно. Никакое отгибание не спасет об облома. Вот почему у них форма-то такая. В обломе. Держаться не за что. Да? Здорово. Человек с умом видом несет чушь. Это я вот сейчас два с полной часа чушь нес. Вы понимаете? А я что? Меня завели вот этим вот. Ну почему не написать, что есть другая точка зрения? Вы уж там сами выбирайте. Что за нами тысячелетний опыт. А тут появился новичок. У него что-то все не так. Ну вроде бы и дело говорит. Что нельзя дерево калечить. И фотографии приносит. А там видно, что на этих, на распилах видно, что через эти раны туда грибы-то самое чертово. Как вы потом эти грибы… Извините, я опять завелся. Как вы вот эти грибы, вот эти вот… Как вы отсюда поливаете, не поливаете, опрыскиваете. Возьмите еще это самое, бочку поставьте рядом. И прям с ведра вот так вот на дерево. Прям ведро за ведром. Вы что, вот эти грибы отсюда вынесете? Если вы искалечили дерево, вы думаете, что надо соображать? Но если сами не соображаете, то дайте другим это делать. Ну? Человек несет чушь. Вот, смотрите. Вот это человек несет чушь. Вот они золотые косточки. Уже здесь это самое, тысяча косточек. Уже здесь 200-300 садов. Не убиваем их ничем. Это же манчжурцы. Имею я право учить. А вы научите так, чтобы у вас зашло все это. А что это я переехал? Давайте возвращаться обратно на вебинар. Поехали дальше. Я просто хотел подчеркнуть. Это такая капризная вещь. Одни сходят, другие не сходят. Третьи вообще на второй год сходят. Так. Если закроют, то точно ночью будет, то плюс будет ночью. Градусник имеется. Семена можно на ровную поверхность сажать на грядке. Или все же на гребень сделать. Ну, не бывает идеальных этих самых. Мы посадку проходили. Помните? Умудряются ребята наши, наши с вами друзья. Вот ухо. А вот это все равно вот так. Временно. Я вначале возмущался. Думаю, а кто-то догадался. И он же может туда воды налить. И там будет уже косточка лучше промочена. И как только взойдет, сразу раз этот, вот этот участок, то и убрать. Вот если такой компромисс, то я за вот это. Вот видите как. А вот вам фактический ответ на ваш вопрос. Ровная или гребень? Или ровная или гребень? Или гребень переделанная в ровную, но на время. Смотрите. В торфяных горшочках все погибает. Торфяный горшок не пропускает лагу снизу с корнем. Там целая грядка у меня погибла. На зрели прах. Вторую грядку успел выкопать, разорвать стаканчики. Посадить нормально. Насчет разорвать стаканчики, я, наверное, это моя беда. Ну вот, Николаевич, ну везет же мне, что вы есть на свете. Вот. Вы правы совершенно. И я показывал уже вот такие вот в горшках, да? То есть, ну я все время давно уже не повторял. Надо или, как вы говорите, разорвать его, но уже так аккуратно, чтобы вот это все, что посажено, уже, ну как скажем, уже все, уже сидит, уже все. И корни. Или заранее надо было в этих же горшочках дырки делать. Еще какие дырки? Ну, например, с ногти размером. Поняли? Вот. А, то есть, вы поправили меня, и я вам очень за это благодарен. Очень благодарен. Так, Яковлевна Наталья. У меня там все и городские абрикосы благополучно погибли, хотя и городские были хорошие. Так. Здравствуйте, посылка с дисками, книгами, семечками. Шла. Казахстан 19 дней. Ну, Казахстан это почти рекорд. А мы еще 20 дней. Сегодня получили. Ну, поздравляю. Это, наверное, все-таки другое государство. Через пакетики видно, что семечки яблок поросли. Кольские абрикосы вроде не поросли. Как садить семечки с поросками? Наверное, около сантиметра. Садите его так же. Стакан земли. Сразу грядку, сразу грядку. Ненавижу, когда промежуточный этап. Потом головная боль. При посадке поросших семечек в стакан земли, проще сохранить яжи корешки. Ну, проще, проще. Ну, а потом что? А потом попробуйте, вы из этого стакана вытащите. Там корней вот столько, ком не держится. Ну, в принципе, решать вам. Многих я не смог переведить. Виктор, а у меня вторщины горшочков все успешно растет. Корни проходят через стенку и уходят с земли. Слушайте, а кто из нас изучал эти торфяные горшочки? А если торфяной горшочек свежий? А если торфяной горшочек я себе продать не могу, он превратился в этот. А если торфяной горшочек плохо поливали, и он не смог разложиться? Наверное, все-таки причина в разных условиях. у кого погибли саженцы, молоденькие в торфяной горшочках, это, наверное, одни условия были. А как у Виктора, значит, другие условия. Скорее всего, так. А может, и горшочки горшочком разные. А парень, ну, здравствуйте, Высковская область, 16, мы ожидаем заморозки. Это каждый год. Когда мне с южных краев говорят, у нас каждый год заморозки, абрикосов нет, я за голову хватаю. Ну, как хорошо, что я в Сибири живу. Вот, это каждый год заморозки, черта нет. Это на юге. Добрый вечер, Валерий Костянович. Это весной привил черенки груши на яблоню. Скелет дерева. И из-за этого что-нибудь получится или так нельзя делать. Ну, у нас есть макар. У меня всего несколько деревьев я привил, удачно привил. Вот. И какой-то момент у меня был, когда я... Все не мог ухватить. У меня был момент, когда на молодых яблонях, на острове, еще когда сад развивался только, я привил порядка 40 черенков груш. Большая часть пошла. И еще через год-два я получил груши невиданные. То есть, это было точно какие-то гибриды особые. Вот. Они настолько... Они были... Это не описать. А не было уже этих фотоаппаратов. Ничего не было такого, чтобы все это зафиксировать. Да, и некогда. А потом пожары. Все это пропало. Но я по-прежнему считаю, и вам скажу, Виктор, продолжайте, прививайте, потому что есть Макаров Алексей Иванович, мужик надежный. Алексей Иванович, а вопрос-то был с Макаром. Это я отвлекаюсь. Почему? Мы не дошли до этого. Женщины спрашивают. А в Подмосковье есть у кого результаты не хуже ваших? Чтобы там купить санкции, пишу Макаров. А Макаров-то, Алексей Иванович, что он мне сделал? Когда-то я ему задал вопрос. Раскручивать будем? Всей стране рассказывали. Он говорит, нет, подождем. Я не справлюсь. И я взял уже этой женщине по секрету ваш номер, дал. Ну, она с Подмосковья, вы с Подмосковья. А дальше, извините, без вашего команды я не могу давать ни электронный адрес, ни телефон. Вы мне фактически запретили. Но той женщине дал. Ну, слабый человек. Все-таки это, у вас уникальный сад, у вас уникальные руки. И садятся, за вашу садятся я спокоен. Идем дальше. Итак, черепи груш на яблоню. О, Алексей Иванович, прекрасно получается. Знаешь, и у вас получится. Вот. И я всегда говорю, ну, это опять я сел на своего конька. Абрикосы на сливах. Сливы на абрикосе. Абрикосы на тернии. Терни на абрикосах. Персики на войлочной вишне. Персики на сливах. Персики на абрикосах. И вот. Дальше сливы, венгерки на абрикосах. Абрикосы на сливах. Уже если пошло, еще урожай дало, надо следующее поколение. Вот эти международные прививки надо сродять, сродять, сродять. То есть использовать метод ментора, насыщение ментора про Мичунину, чтобы в конце концов подвой более устойчив к этим, допустим, близким грунтовым водам, к сырости. Пусть будет подвой, допустим, сливовый, вишневый. Так. А привой уже тот, который всего боится. Круша, яблони. Сам принцип поняли. Вишневые прививки нужны несколько поколений. И если вы, извините, взялись за это дело, я остановился абрикосы на сливах на первом поколении и дождался, пока все погибнут. Пусть 10 лет ждал, пусть урожай получал. Но я продолжать не стал. Я не стал брать ветки с абрикосов, которые привыкли к сливам, чтобы снова привить на сливы. Видите, какая дорога у вас впереди? Сам принцип. Надо насыщение ментора по Мичунину продолжать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!